Стартап-марафон – большой проект научно-технологического парка местного фонда регионального развития и областного исполнительного комитета. Его цель – развитие стартап-движения и укрепление предпринимательского потенциала. Мероприятия в рамках инициативы проводились на протяжении всего года. На минувшей неделе в технопарке подвели определенные итоги. На повестке дня – презентация стартап-проектов, а также мастер-классы специалистов по продвижению продукции или услуг. Здесь очень важно, словно не только найти инвестора, важно получить обратную связь, экспертное мнение, критическое мнение. То есть, что хорошо, что плохо в моем проекте, чтобы он выстрелил, чтобы он стартовал. Тем более, в жюри, допустим, был представитель Fine Design, который прошел целую серию конкурсов. У него сейчас активный свой бизнес-дизайн промышленный и интерьерный дизайн. И, в принципе, он по некоторым проектам задавал очень такие интересные вопросы и рекомендовал какие-то вещи сделать лучше или хуже. То есть, это всегда обратная связь очень важна. На мероприятии было представлено 10 разработок, в их числе и чистые бизнес-проекты и социальные предпринимательские инициативы. Здесь и проект связан с социальным предпринимательством для женщин. То есть, здесь очень большая аудитория именно женская. То есть, это те, скажем так, дамы, которые хотели бы заниматься социально значимым бизнесом. То есть, он имеет и социальную функцию, и бизнес-функцию одновременно. Опять же, здесь были представители уже резидента технопарка, которых тоже хотели бы засветиться, показать значимость своих проектов. И, опять же, это проекты, которые, условно, пришли с улицы даже, которые услышали о мероприятии и решили попробовать, решили выйти перед аудиторией, рассказать о своем проекте. Победители определяли в двух номинациях. В одной выбор делало жюри, в другой – зрители. Определить лучшего оказалось делом непростым. Каждая из идей имеет право на существование. Практически каждый участник смог увлечь, заинтересовать или даже удивить своей задумкой. Я представляю бизнес-проект, школьную бизнес-компанию по разведению калифонирского червя для рыбалки. Червя как биологической добавки на корм птицы. И червя как процессы производства биогумуса. Это школьная бизнес-компания. Уникальность этого проекта заключается в том, что он экологичен, что идет освоение инновационного производства. Что в результате этого проекта в рамках бизнес-компании школьники будут более предприимчивыми. Это формирует их экологичный образ жизни. Это решает проблему утилизации первичных органических отходов, которые образуются при первичной обработке овощей и фруктов непосредственно в учреждении. Это решает также проблему отходов, образующихся в учреждении, таких как остатки чайной заварки, предположим, органических составляющих. Это принцип реализации зеленого офиса непосредственно в учреждении. Согласно исследованиям, главная целевая аудитория проекта «Рыбаки» – первичная финансовая поддержка, в которой нуждается стартап 2000 белорусских рублей. Немного, если найдется заинтересованный инвестор. Что, впрочем, можно сказать и о других проектах. Идей, хороших и перспективных, у жителей края немало. Важно только найти возможности воплотить их в жизнь.